Слово предатель звучит давно, но теперь оно вычерчено на скрижалях новой России и внесено в уголовный кодекс. Внесено не буквально, но, конечно, именно в этом смысл стремительно принятого Думой закона о конфискации имущества и лишении званий за отсутствие любви к родине. Любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам Российской Федерации, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака. Тогда врагов народа расстреливали, но подохнет, как собака. Это буквальная цитата из любой речи прокурора Вышинского на московском процессе. И поэтому я считаю, необходимо вешать, вешать. Популярный российский блогер Дмитрий Чернышов пишет, цитируем, Немного истории. 1979 год. Саддам Хусейн делает вид, что не может сдержать слезы. На собрании лидеров БААС он заявляет, что компетентные органы нашли пятую колонну внутри партии. И ему очень горько, что в партию пробрались изменники, которые сорвали создание союзного государства, объединение Ирака с Сирией. Никогда этого не забуду. Вот, мне сейчас стыдно. Люди понимают, что происходит, и те, чьи фамилии называют, вскакивают со своих мест и начинают клясться в верности Саддаму. Надеясь, что это их спасет, но военные арестовывают и выводят из зала 68 человек, объявленных предателями. Потом Хусейн поздравляет тех, кто все еще находился в зале, с их лояльностью. Смертельно испуганные люди аплодируют своему руководителю. 22 человека тогда были приговорены к расстрелу. Тем, кого оправдали, дали оружие и приказали расстрелять своих товарищей. Все ведь это было уже множество раз. Надо же кого-то обвинить в проблемах. Но мы же добрые. Якобинцы утверждали, Францию со всех сторон опутали предатели. Эти ядовитые насекомые, распространяющие бесстыдство, фальш-подлость. И начали террор. Сталин вычистил всю Ленинскую гвардию, все командование армии. Всюду предатели и вредители. И начал террор. А теперь, дорогие друзья, прошу всех пройти на торжественное мероприятие, посвященное открытию культурно-исторического проекта «Сталин-центр». Один раз построенная машина террора постоянно требует новых жертв. Мясорубка не может крутиться в холостую. Чекисты хотят жрать постоянно. Они смотрят на людей, как на корм. Поэтому смерч и расстрелы. Артисты, блогеры, писатели, певцы, предприниматели, чиновники. Все, у кого есть деньги. Все, на ком можно получить новую звездочку. Путин сожрет страну изнутри. Он начал террор. Сумасшедшая боль и стыд. Конечно, глобального все мы сделали недостаточно, чтобы этого не произошло. Что мы могли сделать? Я не знаю, Юр. Мы недооценили, наверное, уровень угрозы. Мы не понимали, что мы реально летим в самолете, который медленно и верно захватывает террористы, которые дальше будут делать с нашими жизнями и жизнями наших детей что-то непоправимое, необратимое. Нам казалось, ну, они просто воры, как бы, и неудачники, и мудаки. А они реально маньяки. Вот это стоило бы, конечно. И в итоге оказались правы люди, которых мы считали почти городскими сумасшедшими, такими кликушами, знаешь. Сейчас смотришь то, что Валерия Ильинична Новодворская говорила в 2014 году, и думаешь, блин, она все знала. А мы думали, что, ну, бабушку ведет, как бы. Или Немцова какого-нибудь смотришь, который должен, ну, блин, чувак, ты паникер, как бы, так не будет. Фух. Мы знаем, как дальше было. Врагов надо заставить работать. Но не так, как они хотят сами, а так, как это нужно государству. Они враги. А врагом можно объявить каждого. Осенью 1931 года было начато строительство Беломор-канала. И здесь впервые возникла новая идея о взаимоотношениях государства и человека. Заставить работать, естественно, даром миллионы людей. Превратить их в рабов. Какие репрессии? Смотрите, люди гуляют, красота. Все вообще замечательно, шикарно. Вы думаете? Я не думаю, я знаю. Я живу здесь, все прекрасно. И у людей, и у всех, кто не заморачивается по непонятным. Сейчас в современной России за последний год, по-моему, только 5 или 10 дней не было заведено каких-то политических дел. То есть у нас сейчас количество политических репрессий, оно максимально со времен сталинизма. Взять эту мразь и посадить в мешок и привезти в Россию. Всех в мешок и в Россию. Возрождать СМЕРШ, возвращать смертную казнь, беспощадно уничтожать врагов в любой точке мира. Война внутри России, она началась не 24 февраля. Война против инакомыслящих, против тех, кто не поддерживал Путина, и не поддерживал путинскую систему, она шла уже как несколько лет до этого. Потому что вот эти вот репрессии, политические убийства, это все шло и против политических активистов, и против независимых журналистов. Много врагов. Много врагов торчит там. Много дегенератов, которые выдают врагам знания, чтобы заработать 20 копеек. Их надо судить. Их надо наказывать жесточайшим образом. Мы сейчас находимся в ситуации, когда в России уже много политзаключенных. По подсчетам мемориала около тысячи человек. Я хочу напомнить, что даже в брежневские времена политзаключенных было, если я правильно помню, 280 человек. То есть сейчас уже там в четыре раза больше это число увеличивается. В книгу попало 72 человека. Это меньше 10% заключенных. И у них есть два качества, на которые обращаешь внимание, когда читаешь подряд этот текст, это очень важно. Во-первых, у этих людей пониженное чувство страха. Это видно. То есть вот это вот, что ли, смелости, там гораздо выше среднероссийского показателя. И во-вторых, это все люди, которые не ограничиваются личным интересом. Которые смотрят вокруг, смотрят вверх, смотрят в небо. То есть это люди, которые хотят изменить жизнь. Вот. И по двум параметрам видно, что это не самые плохие люди Российской Федерации. А может даже, наоборот, самые хорошие. Редактор субтитров А.Семкин